Добрый день! Сегодня мы вас категорически приветствуем вместе с Михаилом Васильевичем. Решили обсудить такую же вытрепещущую проблему, как соотношение Ленина и Сталина в мировом коммунистическом движении. Вот говорят, что Сталин вовсе не был учеником Ленина и строил какой-то совершенно другой проект, Красную Империю, которая к коммунизму не имеет никакого отношения. Михаил Васильевич, что мы можем по этому поводу сказать? Мы можем сказать, что есть хорошие работы людей, которые на этой позиции стоят. Хорошие. Я, например, привёл бы книгу Бушкова «Красный монарх и ледяной трон». Один том «Красный монарх», и в этом томе Бушков, который до этого всякие фантастические, исторические романы писал, видимо, денег достаточно набрал, и решил написать книгу про Сталина хорошую. И она хороша тем, что независимо от позиции самого автора, что он считает, что он красный монарх и всё. Дескать, это коммунизм, к этому не имеет никакого отношения. Но он все бредней про Сталина, такого рода, что вот он был агентом царской охранки. Это он просто над этим издевается в этой книге и показывает, что это чушь просто невообразимая. Я даже останавливаюсь над этим. Ведь читайте книгу Бушкова, он ваш сторонник, он считает, что это красный монарх Сталин. Но вот эту ерунду насчёт агентства царской охранки. Но можно только добавить к тому, что он настолько глубоко внедрился в коммунистическое движение, что с целью того, чтобы никто его не разоблачил, он вместе с Берией создавал ракетно-ядерный щит. И они первые сделали водородную бомбу. Но Антон Фавсеенко, вот тот, который сыночек, у которого я слышал о его живьём в Доме политпросвещения, он рассказывал, у меня метод такой. Факты, документы, рассказы, анекдоты, слухи. И вот он из этой каши вытаскивал всякую чушь. Вот это вот насчёт того, что Сталин агент царской охранки. Вот это всё Бушков просто растоптал просто эту глупость своей этой книги. Второе, для того, чтобы это было всё очень аргументировано, он, тот материал, который является редким, вот эти процессы 30-х годов, которые пытаются представить как нарушение законности, он их распечатал в своей книге. За что ему большое спасибо должны дать историки, независимо от того, согласны они или не согласны. Большое спасибо, потому что это надо было где-то доставать, это надо было где-то искать. А тут вы открываете Бушкова, там всё это есть. А во втором томе, «Ледяной трон», там, значит, Берия, в порторганизациях, в Кавказе хорошая историческая работа. То есть вот такую работу проделал Бушков, и я ещё раз повторяю, очень ценную. Другое дело, что, ну вот он там не злобно выступает за то, что это, так сказать, Сталин не коммунист. Ну, это, я думаю, ну, легко с этим поспорить, потому что, ну, во-первых, Сталин начинал своё дело с рабочего движения, да, с самых молодых ногтей. Во-вторых, известно, что первый коллективный договор был составлен на бакинских промыслах и организовывал застачку на бакинских промыслах. Товарищ Сталин, то есть занимался тем, чем занимался в своё время Ленин. Ленин, потому что начал создание союза борьбы за освобождение рабочего класса, правда, это всем известно. И по этому делу союза борьбы за освобождение рабочего класса Ленина засадили сначала в тюрьму, вот это сейчас на шпалерной, бывшая, так сказать, тюрьма с высоким, так, очень забором. Год он там просидел, делал там зарядку, чтобы быть со хорошим самочувствием, а потом его отправили в ссылку. Ну, как известно, Сталин превзошёл Ленина по части отсидки и ссылок многократных. Так что, если бы с этой стороны брать, точно ученик, точно учился тоже, не бояться ни тюрьм, ни ссылок, и значительная часть его жизни так и прошла. То есть, эти люди занимали определённую позицию. Ну, и вот, значит, по вопросу, который вы задали, по вопросу о мировой революции, я думаю, что это вопрос не отношений Ленина и Сталина, это вопрос отношений Ленина и Маркса с Энгельса. Ну, вот, есть, как известно, такая работа, которую Маркс и Энгельс предоставили «Грызущие критики мышей», а именно «Немецкая идеология». «Немецкая идеология» сдал Институт марктизма-ленинизма при ЦК КПСС, позже уже, в 1930-х годах. А Маркс и Энгельс написали и так оставили, и действительно, вот сейчас в этом издании, смотришь, там фотография, отгрызен, так сказать, мышами кусок листа. Да, действительно так было. Вот в этой книге без особенного доказательства Маркс и Энгельс говорят, что вот в силу того, что, значит, капитализм приходит к необходимости развития общественного характера производства, и общественный характер производства уже развился, то революция возможна одновременно в целом ряде развитых стран. Вот это точка зрения Маркса и Энгельса. Они на ней стояли до конца своей жизни и никакой другой позиции не высказывали. Ленин же разбирал другую стадию капитализма и жил уже на другой стадии капитализма, а именно капитализм, не свободная конкуренция, когда вы со мной конкурируете, я с вами конкурирую, а тогда, когда уже мы доконкурировали, или вы меня съели, или я вас съел. В любом случае, совсем я вас буквально съел, или так, взял себе на работу, или вы меня съели, но взяли себе на работу. Конкуренция, для всех честных сторонников конкуренции, единственное было, что конкуренция ведет к монополии. Из-за капитализма свободной конкуренции монополистический капитализм, то есть империализм. Есть группа крупных государств, которые давят весь мир, пожирают, и есть все остальные, которых угнетают и пожирают и так далее. И вот в этих условиях, Ленин писал, что уже не может быть равномерности развития. Вообще товарное хозяйство дает неравномерность развития любой. Вот у вас получилось, у меня не получилось, вы меня побили. А когда уже приходит империализм, уже крупные монополии, одна выше, другая ниже. И уже целые страны, одни господствуют, другие подчиняются. Поэтому здесь этот тезис уже не проходит, невозможно, невозможно, чтобы революция возникла сразу во всех странах. Вот этот вывод Ленин сделал. Вы можете его любить, можете не любить, можете не соглашаться с Лениным. Вы можете говорить, что Ленин отошел от Маркса. Это может начало, говорят, что Сталин от Ленина отошел, Ленин от Маркса отошел. Ленин никуда от Маркса не отошел. Он говорил, что то, что верно для капитализма и свободной конкуренции, неверно для империализма. Здесь уже все первоначально только в одной отдельно взятой стране может возникнуть социализм. Социалистическая революция и социализм. И это написано в двух работах специально в Соединенных Штатах Европы, о лозинге в Соединенных Штатах Европы. И особенно этому посвятил Ленин свою работу военная программа пролетарской революции. Фундаментально. Но люди, которые вот с этим выступают, они немножко полуграмотные, они не считали этих работ Ленина. Они считают возможным о Ленине говорить, не принимая во внимание его собственную позицию. А вот её собственная позиция была очень твёрдой. И настолько твёрдой, что когда этот же вопрос встал ребром, уже не в теоретическом ключе, а в практическом. Вот уже, во-первых, Ленин наставил, чтобы быстрее делали революцию. Наверное, когда он наставил, что революцию делать надо в России, он не говорил, что давайте подождём. Допустим, был съезд шестой. Съезд шестой проходил у нас, в нашем городе. Сначала на выборской стороне, а потом там было небезопасно. Вот он потом перешёл за Нарскую заставу. Там есть сейчас музей по адресу улицы Черных, дом 23. Всем очень рекомендую. Там картина такая повешенная. Недавно она написана была и повесена недавно. Товарищ Сталин выступает с докладом об вооружённом восстании. Как вы понимаете, в это время товарищ Сталин, в том числе и по поручению Ленина, выступал с докладом об вооружённом восстании. Так, об вооружённом восстании где? Во всех странах или в России? В России потом был Центральный комитет. Одно заседание, узкое, которое приняло решение на основании решения съезда, которое было в августе 1917 года. Очень всё демократично обсуждала партия. И на котором не присутствовали Каменьев и Зидоев. А потом они присутствовали. И на расширенном заседании они выступили против. А потом ещё опубликовали свою позицию. А Ленин сказал, что надо их... Исключить. Исключить. А Сталин, если уж говорить, что он не совсем был ученик Ленина, он проявил либерализм. Потом он, правда, исправил эту свою ошибку. Но он был не один тогда, всё ЦК, так сказать. Да, ну и Сталин. Мы же на Сталина нападаем сейчас. Вот, значит, да, вот немножко он сказал. Да не надо. И так они и остались. Ну, потом долго от них пришлось избавляться. Вот, они потом нападали на Сталина. И что, вы вот такой, вы сякой, вы там всё захватили. Он говорит, так и что, у вас Каменев ведёт Политбюро. Там же не было, чтобы Сталин вел. Потом вы предлагаете формулировки, проходит моей. Так я же чего виноват, что моей принимается голосованием. Причём ставит на голосование Каменев. Ну, чего вы ко мне, так сказать, предъявите такие претензии. Вот, и наступило такое время, когда, в соответствии с этой теорией, которую Ленин развивал, в тех работах, которые я сделал, здесь совершилась революция. Здесь и Ленин, и Сталин, так сказать, вели дело к тому, чтобы без всяких колебаний установить здесь советскую власть. А если, так сказать, мы бы стояли на точке зрения, что давайте подождём, когда в Германии, там более культурные страны. Это Ленин, конечно, говорил, что более культурные. Давайте посмотрим, как в Финляндии, давайте посмотрим, как в Англии, давайте посмотрим, как в Америке. Но никакой бы социалистической революции в России не было. Поэтому это карикатура вообще говорит, что Сталин с Ленином расходился. Теперь Сталин сидел в разливе, в шалаше, простите, Ленин сидел в разливе, а Сталин туда приезжал. И вот после этого, после этого на расширенном заседании ЦК уже осенью, Сталин вошёл в военный революционный центр, партийный. Военный революционный центр, парководство в Астане. Ленин туда не вошёл. Ну, кто руководил? То есть, Ленин руководил общей картиной восстания, он потом пришёл в Смольный, а военный революционный центр, в нём руководил товарищ Сталин. Ну, кто делал доклад, кто-то руководил, непонятно. Сейчас, конечно, скажут, нет, это было коллективное руководство, Сталин стоял и мешал, как войну изображать. Давайте ещё так революцию будем изображать. Что вроде как Сталин мешал Ленину, Ленин мешал Максу и Энгельсу, и они всех друг другу мешали. А вот эти люди, которые нападают на Ленина и Сталина, они все друг другу помогают. Это мы видим. Да, вот это дружно ребята работают, согласны. Нужно их похвалить. Молодцы. Что мы много сделали? Гремят, как пустое ведро. Дальше поехали. Наступил критический момент. Значит, большевики прогласили мир народу. А идёт война, значит, за Германией в том числе, и германские войска идут. Что делать? Ну, значит, Ленин выступает за то, что надо заключить мир. На каком основании? Ну, если стоять на позициях мировой революции, что революция произойдёт во всех странах. На старой позиции Маркса и Энгельса, которая верна была для капитализма свободной конкуренции. Ну, надо было вот так, наверное, и воевать. Может, там поднимутся люди. Мы тут все умрём, а они поднимутся и победят. И тогда и нас подтянут, может быть, оставшиеся в живых. Это позиция левых эсеров. Это позиция не только левых эсеров. Это позиция Троцкого. Он же когда... Он же вёл все переговоры по поводу Брестского мира. И он... С чего он заявлял? Давайте, говорит, армию... Мир не подписываем. Армию распускаем. И... А что будет? Ну, человек понимает, хоть мало... Даже вообще незнакомый с военным делом. Ну, если вы не подписываете, эти, наверное, ошалели немецкие генералы и полководцы. И, конечно, они винули войска. Так они стояли после таких разговоров Троцкого. Ну, раз вы, говорит, в мире не подписываете, а армию распускаете, тогда мы пошли пешком. Да, надо нашим уважаемым зрителям пояснить, что в первом раунде Брест-Литовских переговоров Троцкий вёл совершенно личную политику и не подчинился указаниям Центра, указаниям Ленина заключать мир немедленный. Он вёл политику ни мира, ни войны, а ожидая, что вот эта политика его приведёт к немедленной революции в Германии. Это была политика абсолютно авантюрная. И она привела к тому, что Брестский мир оказался значительно более тяжёлым, чем планировалось изначально. Да, но она вообще поставила под вопрос, не просто более тяжёлым, а просто было бы поражение всей революции и уничтожение. Причём пришли бы сюда немецкие войска, все бы уничтожили и всё. Значит, поэтому Ленин решил, что нужно созвивать чрезвычайный съезд партии, потому что, ну, не могут они Троцкого убедить. А Троцкий, как член партии и высокопоставленный партийный, так сказать, вождь, да, который имел колоссальный авторитет, может быть, тогда больше авторитет, чем у Сталина, он наставил на том, что нет, вот мы не будем, я не буду. Давайте партийное решение. Хорошо. Значит, Ленин и Сталин созывают чрезвычайный съезд, седьмой съезд, на который они, для того, чтобы это было убедительно, для таких, как Троцкий, или других, таких, горячих голов, они сами себя, так сказать, просят не делегировать на съезд, они там выступали совещательным голосом, делегаты совещательным голосом, а только люди с мест должны приехать, и они должны решить, не Троцкий, не Ленин, не Сталин, а люди с мест должны решить, как, заключать мир или не заключать. Вот условия созыва этого чрезвычайного седьмого съезда. На этом седьмом съезде Ленин выступает с докладом, кто его поддерживает, его поддерживает Сталин. Против выступает Бухарин, разумеется, Троцкий, разумеется, с этой позицией, как бы, теории мировой революции, причем они этой революции, как вот сегодня понимают, мировой революционный процесс, вот такой вот, какой-то разлитый, такой, как кисель. Никакого мирового революционного процесса нету, это все хрущевские выдумки, выдумки сусловские. Есть революции в отдельных странах, вот революции прошли в Китае, революции прошли в Вьетнаме, революция прошла в Корее, революция прошла на Кубе, революция прошла в Лаосе, а никакого процесса нету, потому что в условиях империализма, может быть, только так, но, естественно, при поддержке тех уже социалистических стран, которые есть. И вот такие даже люди, как Дзержинский, проявляли очень большие колебания, они такие, пламенные революционеры, мы за мировую революцию, а тут вот Бухарин выступает, говорит, нам и не надо этого Ленина. Ленин говорит, что если вы не примете это решение, то есть Ленин поставил на карту вообще свое положение руководителя, сказал, что я ухожу из ЦК, я ухожу из этих органов, я обращаюсь к низам партии, если будет принято решение, что мы не будем заключать мир, потому что это гибель. У нас, говорит, есть здоровый ребенок, родился уже, а мы должны его в топку мировой революции бросить, по совету товарища Труцкого и левых коммунистов, в главе с Бухариным. Так вот, мы на это не пойдем. И я, говорит, тогда, я выхожу из ЦК и обращаюсь к низам партии. И тут товарищ Дзержинский говорит, я вообще с Лениным не согласен, я вот с ними согласен. Но мы без Ленина не справимся. Если Ленин уйдет, у нас все провалится. Я буду голосовать за Ленина. И вот, может быть, его слово тут во многом было существенным для тех, кто колебался. Короче говоря, решение было такое, заключать Брестский мир. А Ленин говорил, что мы заключаем на худших гораздо условиях, чем было тогда, когда Троцкий вел переговор. И виновен в этом Троцкий. Как можно после этого говорить, что Ленин был за теорией, так сказать, вообще мировой революции, когда он говорил, что нам вот так надо идти, вот есть революция в этой стране, надо ребенка сохранить, тогда он и будет фактором развития революции в других странах. Потому что и это показало дальнейшее историческое развитие. Благодаря уже деятельности сначала Ленина, а потом и Сталина, и тех, кто строил социализм и построил в Советском Союзе. Ну вот, я думаю, что все те революции, которые я вот уже назвал, они только поэтому могли произойти. Тем более, еще после войны произошли революции во всей Восточной Европе. Там в том же Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Германской демократической республики, Румынии и так далее. То есть, и Албании. То есть, вот она линия, которая намечена в работе военной программы пролетарской революции, и Ленина и Сталина неуклонно придерживались. Поэтому в этом отношении Сталина не просто ученик, а хороший ученик Ленина. Хороший, который последовательно довел. Потому что все понимают, что одно дело прогласить победу социализма в России, а проглашать было нечего. Ленин как ходил, иногда показывает, как он ходит там в пальто. Он думает, а что так ходит он, как будто был он этот Чапаев. Оказывается, 14 градусов было в Кремле. Это, оказывается, холодно там было просто. Вот в чем дело. А почему 14? Ну, потому что страна в голоде, а тут, значит, в тепле будет сидеть. Поэтому там установили такой уровень, чтобы не отрываться от народа. Или, как известно, ЦРУ, так сказать, комиссар, народный комиссар продовольствия в голодный обморок впал. Наверное, вот такое не было бы в хрущевские времена. Они там ели бы в буфетах своих и не смотрели на то, что в деревнях нет белых булок. Так что вот это вот такая, так сказать, позиция. Ну, как предположение можно рассмотреть? Мы её и рассмотрели. А вывод совершенно нелепый и глупый. То есть, люди вообще хотят обмануть народ. Но народ обмануть нельзя. И говорят, что вот можно долго обманывать многих и в разное время. Но всех и всегда это невозможно. Поэтому мы можем считать, что наступил такой час икс. Мы вот просто должны Егору Николаевичу доложить, что хватит уже обманывать по этому вопросу. Это чушь собачья. И так вот чушь собачью надо и понимать. Я бы ещё добавил, что через несколько месяцев после Брестского мира начался мятеж левых эсеров, которые убили посла Германии Мирбаха. Яков Блюнкин это сделал, такой эсеровский террорист. Как раз с целью заново ввергнуть Советскую Россию в войну против Германии и тем самым вызвать мировую революцию. Этот мятеж левых эсеров был подавлен. Но с моей точки зрения это как раз была позиция, которую теоретически можно сравнить с позицией тех левых коммунистов, которые пытались разжигать революцию уже после прихода Гитлера к власти. Вы согласны? Конечно, конечно. То есть вообще революция, это вообще из теории ленинизма вытекает, что революция, она рождается в конкретных условиях конкретной страны, а никогда не рождается по заказу сверху или сбоку и так далее. Поэтому иначе просто быть не может. Но при этом параллельно же отметим, что революционные движения реально существовали в этот момент в Европе, и они вылились в кровавые гражданские войны, которые были и в Германии, и в Венгрии, и в Финляндии, чуть позже в Австрии. А я же даже бы немножко по-другому на это посмотрел. Это они вылились в движение руки прочь от Советской России, что вот как раз люди-то там, вот эти рабочие лидеры и коммунистические лидеры, они правильно поняли, что это вот родился здоровый ребёнок. Вот она начинается, наша революция, и нужно спасти вот эту самую революцию в России. Потому что если бы не было вот этого движения развернутого, то нас бы задушили в самом первом этапе, когда была война 14 государств против Советской России. А эта война провалилась по той причине, что все понимали, что иначе начнётся революция везде во всех европейских странах. Чтобы этого не было, то вот значит загасили эту войну, брали свои войска, дескать, вот давайте белогвардейцы воюют. То есть уже и белогвардейцы, и империалисты перешли на точку зрения, что это революция в одной стране. Поэтому пусть надо здесь, чтобы белогвардейцы в этой стране додавили Ленина, Сталина, большевиков и так далее. И тогда мы победим. А вот так с позиции мировой контрреволюции тоже не победишь. Они пробовали с позиции мировой контрреволюции все, мы придём и задушим, ничего не получается. Вот как раз, то есть то, что революция, совершающаяся в одной стране, может победить только при поддержке пролетарии в других странах, это факт. Теперь второе. Как с Брестским миром? Итог-то какой? А вот как только революция в Германии началась, первое, что сделали большевики, динонсировали этот самый Брестский мир. Кто это? Благодаря кому? Благодаря немецкому рабочему классу. И, соответственно, вот тем революционным действиям, которые были. Вот это и есть, ну, это не мировая революция, а это и есть как раз пролетарский интернационализм и поддержка революции, той, которая где побеждает? Всеми теми, кто стоит на такой же позиции, то есть братьями по классу. Но я бы всё-таки сакцентировал внимание, что попытки взятия власти, они были и в Европе. Баварская Советская Республика, Венгерская Советская Республика, Словацкая Советская Республика. То есть представление о том, что рабочее движение, пролетарское движение реально существует, оно не было каким-то фантомом в представлениях Ленина и других коммунистов. Не было. Оно существовало реально. И более того, брало власть в определённых исторических обстоятельствах, хотя в этих странах революции были подавлены. Ну вот и этот потом Ленин обдумывал тоже это обстоятельство. И как-то он обратил внимание и подчёркивал, что ещё очень важно, что большая эта страна. Вот если Венгрия маленькая страна, раз и задавили. Не успели там люди посопротивляться и помочь им не успеешь. Баварскую Советскую Республику. Раз, осталась пивзавод Красная Бавария. Потом Красная убрали, осталась Бавария. И Баварию уничтожили у нас уже, наши контролюционеры. Там теперь ничего. Поэтому в маленьких странах не подняться, не совершить социалистическую революцию. По поводу мирной революции Ленин потом говорил, что, конечно, мирная революция возможна. В какой-нибудь маленькой стране. Когда рядом в большой стране победила социалистическая революция, и революция малой страны боится, и буржуазия малой страны боится, что ей не сносить головы. Поэтому правила проходили революции после войны Второй мировой. Значит, все понимали, что стоят в Чехословакии советские войска. Конечно, революция в Чехословакии была собственной, своей. Там рабочая милиция вышла на улицы. Значит, там была демонстрация вооружённая, после которой уже не могли буржуазные партии войти снова в правительство. Но то, что там не было кровопролития, совершенно определённо было связано с наличием наших войск. Также во всех других этих странах. Но поскольку они сами не сильно сражались, а сражались советские солдаты или Красная Армия, то поэтому, ну вот ещё раз подтвердил, сделало прочно, когда под ним строится кровь. Когда чужая кровь под ним строится, так непрочно. Поэтому в Корее прочно, в Китае прочно, в Лаосе очень прочно, потому что с ними и французы, и японцы сражались. И тем не менее они сражались, сражались и победили. Во Вьетнаме очень прочно, потому что они со всеми сражались, уже и с американцами сражались, и крупнейшая держава с ними воевала. Были бы Вьетнамы? Нет, я был в Северной Корее. Очень интересно было бы послушать, но я знаю, что будет отдельно развито. Очень интересно было бы, да, конечно, очень интересно. Но я вот готовился к этой проблеме, и, конечно, там очень интересная борьба, очень длительная, кровопролитная, и такая, что все поняли, что у вьетнамцев не выиграть. Не выиграть у них, никто не мог выиграть у них. Они вояки очень хорошие, и таким воякам, поэтому с удовольствием, все будут помогать, товарищи, потому что это, так сказать, на помощь, что вы им помогаете, это, конечно, воюет. Например, наш один товарищ со мной в аспирантуре был, работал там в частях ПВО, вот всех, которые сбивали американские самолеты. Ну, когда бомбежка была, когда тучи пролетели, мародировщики американские стали всех бомбить, вьетнамцы сначала разбежались, а наши все на местах стоят. Майор сказал, стоять! И стояли. А на следующий день всем вьетнамцам был приказ не уходить с позиции, пока русские не ушли. И они не уходили, и они стали настоящими, так сказать, бойцами, и выиграли у Соединённых Штатов Америки. Поэтому вот это надо, то есть, ну, как бы сказали математики, непрерывно идёт мир вооруживание, или дискретно? Дискретно. В одной стране, в второй стране, в третьей стране. Вот давайте считать поштучно. Вот идёт, идёт мир вооруживание, не расстраивайтесь, всё хорошо. Всё хорошо, а у нас полтора миллиарда уже живёт в социалистических странах. Причём, не волнуйтесь. Я думаю, вы этим вот обеспокоены. Что-то я не слышал, что вы бы рассказывали про Вьетнам, про Северную Корею, про Лаос, в котором в 1975 году. И Куба вам не очень интересна. А это всё тоже. Везде вооружённая борьба была, и очень сильная. И вот это и есть мировая революция, если брать её, ну, не так вот примитивно, что по одному сигналу везде поднялись. Нет, не по одному сигналу везде поднялись. Поднимаются там, где созрели условия, и взаимодействуют друг с другом, друг друга поддерживают. Все вот эти революции, которые мы можем перечислить, все поддержаны были, так сказать, говоря так, однозначно. Октябрьская революция, то есть, либо непосредственно ещё при Лене, либо потом при Сталине, но обязательно они были поддержаны. И Кубинская, и Вьетнамская, и Корейская, и Китайская, и Лаосская, все они были поддержаны. Ну, Лаосская посредственно, потому что помогали китайцам, помогали вьетнамцам, а те уже помогали Лаосской. Цветная реакция. Цветная реакция. Вот, поэтому я думаю, что этот вопрос, по-моему, кристально ясен, что в этом отношении Сталин не только, так сказать, сторонник там, или союзник Ленина, а он вот буквально проводил эту теорию и довел её до конца, до строительства социализма. Ленин только сказал, что возможно построение социализма в одной стране. Это возможно. Вот вы говорите, что возможно построить дом, а я построил. Разница есть, правда? Так вот Ленин говорит, что возможно построить, а его ученик Сталин занимался строительством этого дома и достроил до социализма. И после этого приходят люди, вот эти приходят и говорят, нет, Сталин не ученик, а кто тогда ученик? Или, вот если вы будете читать Сталина, а у меня была такая ситуация, что я, ну, поскольку, так сказать, когда был вот этот хрущёвский переворот, на 22-м съезде, и когда программу изменили, выбросили, там, главный в ленинизме диктатуру Петря, то мне было 16 лет. Ну и что у меня было в голове? Хрущевизм. Поэтому я вот вас приветствую, и, так сказать, мне это всё знакомо, что вы говорите, я тоже на таких позициях стоял очень долго, но я по мере того, как читал Ленина, а потом решил, что надо послушать обвиняемого дома, обвиняемого дома, надо послушать. Потом, а долго у меня стоял Сталин, я его не читал, надо почитать. Когда я стал его читать, что я увидел, вот в первом уже томе Сталин пишет, человек, стоящий на нашей позиции, должен говорить голосом твёрдым и непреклонным, в этом отношении товарищ Ленин, настоящий горный орёл. Вот это ученик. И потом, когда читаешь, как Сталин полемизировал с противниками ленинской позиции, и далее с паралитарской позиции, а ленинская позиция есть, паралитарская позиция, рабочая позиция, когда вот, скажем, вот он рассматривал вопрос о социал-демократическом уклоне в нашей партии, выступает Каменев, Зиновьев, ну, скажет, лучше уже не скажешь. Всё-таки блестящее выступление скажет, конец Сталину. Сталин потом делает заключительное слово вот такой толщины в страницах. И там он их разбивает с опорой на ленинские работы, и я хочу сказать, это однозначно можно, каждый может полистать, полистать даже, проверить, что Сталин блестяще знал ленинские работы. Все читал, и все блестяще знал. Ну, как вот, ну, тот человек, который вот блестяще знает, исследует, и защищает то, что написано в этих самых работах. Он кто? Ну, он и есть ученик. А как вы считаете, кто такой ученик? Если он ничего самостоятельного, что ли, не должен делать? Нет, он должен делать самостоятельно, но он должен знать, что сделал его учитель, быть ему благодарным и продвигать это дело. Или была клятва Сталина на могиле Ленина, так сказать, на притме после смерти Ленина? Была. И в этой клятве Сталин сказал, что мы будем защищать диктатуру, пролетариат, и развивать, и устанавливать, и продолжать. И это так и было, пока не пришёл другой человек, который себя выставлял верным ленинцам. Хрущёв же себя выставлял верным ленинцам. Фильмик сделали наш Никита Сергеевич. Вот под это дело полное собрание сочинения Ленина избрали для показухи, сделали. И в этом собрании нет, например, высказываний Ленина о том, что вот у Гухарина в книжке «Экономика переходная» написано, что при капитализме товара у нас продукт. Олейн пишет, нет, у нас продукт, идущий потребление не через рынок. Это не попало в полное собрание сочинений. Не попало в полное собрание сочинений попытка представить богдановскую технологию как диалектику. Он говорит, нет, это там враждебное учение. Это тоже не попало в полное собрание сочинений. Так вот, только при Хрущеве началось. Давайте другую программу, давайте другую теорию, давайте выкинем диктатуру ультариата, давайте выкинем цель социалистического производства вместо свободного всестороннего развития всех членов общества. Просто всё более полное удовлетворение потребностей. Есть у вас потребность пить водку? Пейте. А у меня потребность курить? Курить. Всё более полное удовлетворение потребностей. А было-то и в первой, и во второй программе обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Скажите, пожалуйста, при Сталине программа изменялась? Вот он ученик или не ученик? Если вот он видел свою задачу как генеральный секретарь в том, чтобы реализовать программу партии, которая Лениным была представлена в Восьмом съезде. Когда её изменили? После смерти. После смерти. Вот всю жизнь. И Сталин, наверное, авторитетный был человек. Никак ему Ленин тут не мог помешать. Не мог никто ему помешать. Он действительно авторитетная была фигура. И этот человек последовательно осуществлял программу. Сейчас же делают по-другому. Если что-нибудь напишут, да не получается по программе, тогда программу надо переделать. Не жизнь надо переделывать в лучшую сторону для людей, а программу переделать и деньги заодно оттуда снять. Вот что происходило. Если один составил программу, другой её защищал на съезде и последовательно проводил всю жизнь, а как вы ещё понимаете ученика, который что-то кланяется, что ли? Я не очень понимаю. Если он реализует замыслы своего учителя. Вот мы считаем Маркса учеником Гегеля. Не знаю, мы считаем или мы не считаем, но Маркс, например, так сказал, что я своё отношение к Гегелю определяю очень просто. Гегель мой учитель. Но Гегель, между прочим, идеалист, а Маркс, между прочим, материалист. Ну, то есть, идеалист мог быть учителем материалиста. И Ленин даже так высказывался в конспекте науки и логики, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Поэтому соотношение ученика, если ученик не пошёл дальше своего учителя, он плохой ученик, правильно? Ну, это, значит, просто эпигон. Вот вы, значит, что-то создали, я ваш ученик, а я его только повторяю, как попугай. Что сказал Егор Николаевич? Что сказал Егор Николаевич? Ну, и все скажут, да это зачем он-то нужен такой? Это да, он не нужен, есть Егор Николаевич. То есть, если это ученик, то он должен это развивать. И Сталин это развивал. И он причём великий практик. Ну, не участвовал Ленин ни в коллективизации. Это целая революция была. Коллективизация – это огромная революция. То есть, не участвовал в завершении социалистического строительства, в той борьбе, которая была. Не участвовал в разгроме фашизма. Но этот разгром фашизма вы относите только насчёт Сталина или насчёт того, что Сталин был верный ученик Ленина? Если он был верный ученик Ленина, то он должен был поднять народные массы, прежде всего рабочий класс и партию. И партия пошла в первых рядах воевать. Это значит, по-ленински действовал Сталин, или не по-ленински? А восстановили народное хозяйство. Это разве не означает сохранить революцию, сохранить социализм в одной стране? Поэтому не только он ученик, а он верный, последовательный и творчески действующий ученик Ленина. И никакого другого понимания. А что касается Пушкова, спасибо ему, что хорошие факты там разобрал. Он мнение может иметь любое. У нас никто не может запретить иметь мнение. Я могу иметь мнение, что до Луны 50 километров. Я уже не раз высказывал. Я ещё думаю, может, пойду туда. Но я не астроном. Я согласен. Хочется сделать небольшую ремарку относительно практической деятельности Ленина. Нас могут понять таким образом, что Ленин был сугубо теоретиком. Хотя это не совсем так. Я в своих программах рассказываю о том, что он был, безусловно, большим практиком политической борьбы. И Октябрьское вооружённое восстание и последующие действия произошли благодаря огромной, колоссальной, неуённой ленинской энергии. Я даже не совсем понимаю, как в таком невысоком человеке могло уместиться столько энергии. Я вот вашу передачу смотрел. У вас очень хорошо это вы рассказывали. Спасибо. Очень убедительно и очень... Ну, фактологично. То есть, вы рассказывали, что происходило в эти моменты, когда вопрос, как всегда, восстание. Это же такой вот острый момент, когда всё решается и зависит от одного, другого человека, особенно от вождей. И вот здесь Ленин не надеялся ни на кого, в том числе и на своих учеников. Он, значит, проявил энергию, настойчивость и твёрдость такую, твёрдость, чтобы не отложили, никуда не сместили, чтобы было это вовремя сделано, чтобы успеть к Второму съезду Советов, чтобы власть была советской, а не власть Петроградского комитета. Судьба, которого тогда бы, я думаю, предрешена была. Сказать, это что такое за Петроградский комитет? Он не российский. Давай Россию, а то его и так далее. То есть, это вот Ленин-то понимал, всю опасность, есть всякой задержки. Если вы начинаете революцию, то играть в революцию нельзя, надо действовать. И вот вы рассказывали очень... Я вот очень рекомендую всем посмотреть, пересмотреть ещё раз Егор Яковлев о том, как совершалась Октябрьская войска. Замечательный, я считаю, ролик. Мне очень понравилось. Мне очень лестно это слышать. Большая честь. Я хотел сказать немного о другом. Я хотел сказать, что те преобразования социалистические, которые в результате были реализованы при Сталине, они были в значительной массе, им только закончены. Потому что такие вещи, как, например, план ГОЛРО, это, безусловно, ленинская задумка, ленинская разработка, и она очень тесно увязывалась с построением социализма. То есть, есть известный лозунг «Коммунизм – это советская власть плюс эликалификация всей страны», и это лозунг, безусловно, ленинский. То же самое касается, например, реформы образования, создания непрерывной, бесплатной единой школы для всего населения страны, потому что, я напомню, может быть, кто-то не смотрел, царская школа, она не была непрерывной. Люди, которые закончили начальную школу, не могли поступить, им было очень трудно поступить в гимназию, потому что начальная школа не готовила поступление в гимназии. Советская власть все эти препятствия устранила. И мотором этих преобразований был именно Ленин. Это были его идеи, которые при Сталине только реализовывались. И в этом смысле Сталин тоже был абсолютным преемником Ленина, потому что он закончил те, говоря современным языком, крупные государственные программы, которые Ленин запустил. То есть, я бы сказал так, что Ленин запустил те программы, которые уже не зависели от конкретных личностей. Ленин ушёл, а программы продолжались и были успешно доведены до конца. Я бы в поддержку того, что вы сказали, хотел бы обратить внимание на то, что Ленин провозгласил в статье диктатуру прортрета экономика переходного периода. Экономика переходного периода в эпоху диктатуры прортрета. Он что там сказал? Что есть пять укладов. В России патриархальный, затем мелкотоварный, частнокапиталистический, это у кого не национализированные средства производства. Маленькие, небольшие предприятия. Госкапиталистический, где национализированный, но ещё не по плану. И социалистический. У него нет социалистической, я вот преподавал политэкономию, называл, называл социалистический, потом экономика и политика в эпоху диктатуры прортрета. Прочитал статью, увидел, что у Ленина это не написано социалистическое, коммунистическое. Коммунистический уклад. И вот, значит, из этих пяти укладов нужно было развить коммунистический уклад так, чтобы не осталось никаких других вот эта задача ленина была поставлена а сталин ну так понятно не одним рабочим классом народом трудящимися но во главе из партии с центральным комитетом и в главе с товарищем сталином и эта задача решена то есть вот программа очень сильная то есть надо ведь ничего не закрывалась никто не закрывал патриархальный уклад например при хрущеве начали закрывать подсобные участки вы что-то делаете хороших огурчики сажайте там у вас может курочки бегать я говорю закрыть наказать отобрать отснять отдать не отдать что-нибудь закрывалась нет ну развивается коммунистический уклад но если я буду делать лучше и дешевле вы пойдет кто-нибудь пойдет покупать к вам если вы не принадлежите пойдут и вы моложе и лучше покупать вот у меня потому что у меня дешевле поэтому нет никто ведь не закрывал в соли не закрывал никакой ли обстален поднимал поднимал развивал так чтобы получилось что общественная собственность охватила всю экономику и развивалась она по плану в общественных интересах это было реальное уничтожение частной собственно не уничтожение смысле до закрыть отменить нет а в смысле того что когда все будет вестись по общему плану в общих интересах это общественный собственность. Это вот позитивное уничтожение частной собственности. Поэтому то, что было в госкапиталистическом укладе, превратилось в социалистические предприятия, когда план был охвачен. То, что было частно капиталистическим, они разорились, ну и государство взяло на себя эти функции. То, что было мелкотоварный уклад, ну не берут ваши пирожки, они дорогие, хорошие они. Но если вы очень хорошие, идите на колхозный рынок, его никогда при Сталине не закрывали. Там можно даже сказать, цена на колхозном рынке регулируется ценой в общественном производстве. Берите цену государственного предприятия, умножайте на 2,5. Или колхоза. И умножайте на 2,5. Выше там никто не поднимал. А какой смысл продавать, если хуже будет, чем в государственном секторе? Только лучше могло быть на рынке. И эти рынки разве, представьте, не закрывались колхозные? Да ничего подобного. Возможность. Никто не обдирал тех, кто привезет из колхоза излишки. И там платили натуроплата была в колхозах. Мне дали тонну зерна. Еще я за эти тонны зерна буду делать. Я могу ее отвезти на колхозном рынке и продать. Кто-то ее раскопит. То есть, вот эта программа колоссальная. Как из пяти укладов сделать один уклад, который, когда будет один, будет не уклад, а вот единственный коммунистический уклад. То есть, построить коммунизм. При Сталине построили коммунизм или нет? Построили первую фазу. Вот эта первая фаза, которую построили при Сталине, называется социализмом. Сталин коммунист, коммунист. Какой коммунист? Ну, те, которые преобразовывают, а не которые болтают, что он коммунист. А я могу показывать, что у меня есть партбилет, могу заявлять, красным знаменем ходить. Но это же не просто ходить с красным знаменем. Построить тысячи заводов. Нужно было коллективизацию сельского хозяйства делать. Нужно было образование поднять народа, потому что без этого нет коммунизма. Какой коммунизм без образования? Вот это то самое непрерывное образование. И вся эта культурная революция, вся она входила вот в этот общий план строительства социализма, который в основных своих чертах был разработан Ленин, доработан Сталином вместе с Центральным Коммунистом и реализован. Ну и вот давайте возьмём, опять вернёмся к Марксу, к Тейсу Майфербаху, где он говорит, что вот практика выше теории. Потому что вот отражать то, что есть. Вот возьмите сейчас лужи, очень много в Ленинграде. Вот в этих лужах, когда вы мимо них идёте, вы отражаетесь. Правильно отражаетесь. Если птичка пролетает, и птичка там отражается. Если там самолёт летит, и самолёт будет отражаться. Но не надо себя превращать в лужу, которая всё отражает. Или в озеро там, или в речке, всё отражается. А смысл-то как раз преобразующий деятельности коммунистов в том, что они диалектические материалисты, что они их преобразовать должны в соответствии с идеей. А идея не случайная, которая основана на познании. Но вот с одной стороны, мы познаём, отражаем мир, как Фейербах делал. Фейербаховский созерцательный материализм. А потом, вооружившись этим, мы, думая о том, что сделать, как преобразовать мир в интересах всех трудящихся. И вот это, собственно, и происходило. То есть, это, ну, у Гегеля даже эта форма сформулирована как абсолютная идея. Абсолютная идея, это идея теоретическая, в единстве с идеей практической. А в целом, первая называется идея познания, вторая идея блага, или идея добра. А в целом, абсолютная идея. Вот эту гегелюскую абсолютную идею, которую поддерживал Маркс Энгелес, и потом Ленин реализовал товарищ Сталин. А вы теперь приходят эти вот ребята и говорят, нет, это значит Сталин не такой, а Сталин другой. Ну, это понятно, чем заняты эти ребята сначала. Навалились на Сталину. Ленина не трогаем, сносим памятники Сталину. А потом что? А потом сносим памятники. Ну, что на московском выгнали? У нас в Ленинграде снесли? Снесли. Собчаку участвовал. Это вот вы, ребята, так сказать, сторонники этого самого Собчака. А долго был памятник Ленину такой же точно. на Ленинградском арзале в Москве. И он его, пока был Лужков, он его не убирал. Почему? А потому что Ленин такой-сякой увёз столицу в Москву. Когда угроза была захвата Петрограда немцами, вот закатенье, значит, увёз его в Москву. То есть, привёз столицу Лужкову, поэтому Лужков был не мэр какой-то там ничтожной, так сказать, какой-то части России, а столичный мэр. Поэтому он Ленина там всё время стоял. Пришёл Собянин и по-тихому, под видом ремонта этого самого вокзала, всё красиво сделали, открывали, нету там статуи Ленина. Потом говорят, вот на Украине там громят статуи Ленина. Почему на Украине? У нас в Москве прямо вот убрали недавно. Или вот Таврический сад. Вы проходили через Таврический сад? Мы заходим в Таврический сад с Потёмкинской улицы, слева какой памятник ставил? Владимир Ильичу? Где этот памятник Ленинчик? Клумбочка там. Никто не там не буйствовал, не тащили никаких там не громил, а просто нету его. Я вот живу на Московском проспекте, там на площади Московской пока что стоит. А он пока стоит, вот он поздний. Он поздний, оторванный от народа. И такой же вот оторванный от народа памятник на Ленинском проспекте в Москве. На такой палочке, палочке, вот там внизу народ, рабочие, крестьяне. Там далеко-далеко, высоко Ленин. И тут он высокий, большой. Вот я не знаю, вам очень нравится? Мне... Я-то знаю, что там был проспект Героев, я там жил. Этот проспект Героев тоже переименовали Героев Долой и будет Ленинский проспект. Ленин мы уничтожим Героев. Сталина можно уничтожить Ленина, и Ленин мы уничтожим Сталина. И так далее. Да, мне как раз и кажется, вот эта известная позиция Александра Николаевича Яковлева, который говорил, что мы разработали тайный план сначала ударить Лениным по Сталину, потом Плехановым по Ленину, и так далее. И мне кажется, что сейчас как раз происходит обратная такая рокировка произошла. Если раньше Лениным по Сталину били, то сейчас бьют Сталином по Ленину. Понятно. Для того, чтобы представить Ленина просто авторитарным правителем с патриотической риторикой, а всю социалистическую сталинскую сущность выхлостить. Да, и вообще игнорируется то, что это были руководители одной и той же ВКПБ. Последовательно проводили программу партии. Программу партии никто не читает. Читайте программу партии, вот ее Ленин разработал, восьмое съезд утвердил, Сталин реализовывал. Неуклонно. И в связи с этим хочу обсудить, знаете, какой вопрос, мне кажется, очень важно. Ну, про то, что Сталин и Троцкий, это в том числе и идейные противники, и враги, известно всем, но меньше известно о разногласиях между Лениным и Троцким. Вот, можем ли мы провести какие-то четкие разграничительные линии между троцкизмом и ленинизмом? Конечно, можем. Ну, мы, наверное, знаем, что Ленин и Сталин и Троцкий, они не были противниками программы партии, принятой на втором съезде. Вообще, мало кто знает, чем отличаются большевики от меньшевиков. Вот, я с многими общаюсь, спрошу, а чем они отличаются? Это как-то затрудняется. Хотя, такая простая вещь, на втором съезде партии, который был в 1903 году, дружно, единогласно приняли программу, в разработке которой участвовали. Следующие товарищи. Плеханов, который подготовил основной текст. Ленин, который очень активно участвовал и, так сказать, в отношении цели производства, и в отношении диктатуры пролетариата. И в итоге, вот этот проект, в котором, в общем, Мартов никак не участвовал. Вот так сказать, меньшевик. Вот так он сидел, там, будущий меньшевик, он еще не был меньшевиком. Но он и против не был. Короче говоря, был создан проект, который был единогласно прошел. Начали обсуждать вопрос об уставе. И вот тут начался раскол. Колоссальный. Раскол, который и потом проходил через все годы, вплоть до революции и после революции. Значит, одни говорили, что член партии, это тот, кто не только иногда помогает, изредка помогает партии, и не тот, кто, значит, материально или с какими-то своими действиями, а тот, кто работает в одной из организаций. Это вот была ленинская позиция. Обязательно человек должен работать в одной из организаций партии, чтобы партия была способна в нужный момент мобилизовать себя и рабочий класс. Потому что все подчиняются партийной дисциплине и действуют как один человек. Мы с вами, я все время вам помогал, потом говорил, Михаил Владимирович, надо ли пойти туда? Я говорю, нет, я туда не пойду. И все, и все пропало. То есть, говорит, тогда всякие профессора, вот он меня имел в виду, могут называться членами партии, если они иногда помогают этой партии. Прямо речь шла. Всякий, тогда всякий профессор может называться членом партии. Это не пойдет. Меньшевики, а их оказалось именно меньшинство. Меньшинство членов партии проголосовало за мартовский, то есть, Мартов по программе не выступал ничего против. Но он выступил с другой позиции по уставу. И мартовская формулировка не прошла. Прошла ленинская формулировка. После этого, если мы помним развитие событий, какие? После этого большевики проводят третий съезд, видя, что меньшевики ведут дело не туда. Самостоятельно. Но все-таки там настроения такие, что вот рядом, как сейчас говорят, давайте все объединимся коммунисты. Все объединимся. Как говорил Ленин, чем больше каша, тем больше единства. А мы, говорит Ленин, сначала выделим единственное пролетариат. Встанем на его позицию, а потом всех зовем, всех туда присоединяться, становиться на эту позицию. Они смешиваем свои принципиальные позиции со всякими переметными сумами. Ну вот даже настроение среди большевиков было такое, давайте все-таки с меньшевиками соединяем. Соединились. Соединились на четвертом съезде. Там оказалось большинство делегатов меньшевиков. А большевики к тому времени уже получили ценный подарок. Им Морозов, известный капиталист, выдал большую сумму денег на революционную деятельность. И эти денежки попали в руки Центрального комитета. После четвертого съезда уже больше никогда большевики не встречались с меньшевиками. Большевики говорят, так это наши денежки, дайте их нам. Меньшевики говорят, не дадим, потому что мы были на четвертом съезде в большинстве они нам по закону перешли. Тогда Ленин обратился к германским социал-демократам. Давайте помогите нам эти деньги собрать, потому что деньги наши. Германские социал-демократы говорят, да, мы будем честно судить, давайте деньги сюда. Вот. И там мы будем разбираться. Так деньги у германских социал-демократов и остались. А меньшевики остались с носом, и большевики остались тоже с носом. А когда говорят о деньгах Ленина, деньги Ленина в Германию уехали. Что-то все нам наоборот рассказывает. Я не знаю насчет наоборота, вот это-то точно. Это можно очень все проверить. Там даже Третьейский суд предлагал Ленин, столько писем написал, но не удалось вырвать эти деньги. И вот что после этого происходило, появился беспринципный августовский блок, где-то ближе к 14-му году, который возглавлял, как известно, товарищ Троцкий. Вот я отвечаю на ваш вопрос. Товарищ Троцкий в это время его так Ленин и клеймил беспринципный, иудушка Троцкий и так далее. Но это политические оценки. А политики как действуют? Ну вот наступило такое, а где находился Троцкий там, когда тут готовили все революции, были апрельские тезисы, тут было июльские события, тут и Ленин рисковал своей жизнью, и Троцкий даже сдался, Троцкий тоже, а, извините, Каменев. А Троцкий был в Америке, а тут вот решили межрайонцев принять накануне восстание, потому что тут нужно было усилить тех, ряды тех, кто пойдут на вооруженное восстание. И вот приняли межрайонцев. И тут с ними и Троцкий, когда он уже видел, что дело идет к разделу портфеля и к власти, тут он и оказался в очень активной действии, очень во многом и позитивно. Хотя мы знаем историю гражданской войны и видим, сколько много там было негативных действий им сделано, особенно по отношению к казачеству, к красному казачеству и так далее. Важно подчеркнуть, что Троцкий только летом 1917 года стал большевиком. До этого Троцкий не большевик. Да вообще никто. Не большевик, не большевик, собрал какой-то свой гаузерский блок и путался под ногами у большевиков и меньшевиков. Никакой он никогда определенной позиции не говорил. И про него вообще Ленин говорит, что Троцкий и Сталин потом это же говорил. Что такое Троцкий? Троцкий это человек, который не служит революцией, а видит себя в революции. И он если и делал что-то хорошее и полезное, он и делал много хорошего и полезного, но именно потому, что он тогда себя возвышал, как рульсанин. Он себя возвышал, возвышал, возвышал. Потом то же самое пытался делать Зиновьев, его последователь, который уже как до Троцкого не было, он поставил вопрос, давайте мы, все равно партия все решает, все определяет, давайте вот пойдем навстречу ленинским указаниям и скажем, что диктатура партии, а то мы говорим диктатуру Птряда, давайте диктатуру партии напишем. И Сталин так подозрительно на это посмотрел, потому что диктатура партии в соответствии с позицией Троцкого, безусловно. Давайте-ка мы, говорит, все-таки поставим вопрос ребром. Так класс будет служить партии или партия будет служить классу. И вот Сталин, как и Ленин, поставил вопрос, диктатура класса, диктатура рабочего класса, а партия это авангард, который должен служить классу, а не класс должен служить партии. И вот Троцкий из тех, кто стоял фактически на позиции, что класс должен служить партии, то есть я буду вашим руководителем, вы будете делать то, что я скажу, и все. А не то, что я буду делать, то, что вам выгодно, если вы представляете с собой классы. То есть это очень сильное расхождение. И вот вся эта плеяда людей, которые стояли, которым сошли, от которых партия освободилась, это и Троцкий, это и Каменев, это и Зиновьев, это и Бухарин, и вся эта публика, они все хотели себя видеть в революции, они хотели служить рабочему классу. Вот в чем дело. Вот продолжая тему, которую мы вообще начали, а кто поставил интересно Сталина на пост генерального секретаря. По предложению Ленина же это было сделано. Когда? В 22-м году на 11-м съезде. Вот Ленин чувствовал, что у него здоровье уже плохо. И он на 11-м съезде выступил и сказал, значит, у нас все перегружены, очень перегружены. Вот смотрите, этот Тарь Зержинский, у него и беспризорностью занимается, он и ЧК, он и железнодорожным транспортом занимается. Это ужас. Вот. Товарищ Сталин, у него наркомнац, у него рабкраин. Ну, ну, такая сейчас вот обстановка. Мало у нас таких вот людей, которым можно доверить такие важные дела. Я предлагаю товарищу Сталину генеральному секретарю. Вы хоть учитываете, которые говорят, что это не ученик. Ну, если Ленин, так сказать, уже чувствует, что силы его исчекают, назначают, или предлагают генеральному товарищу Сталину. Он что, не ученика своего поставил? А он же, говорит, потом говорил, что надо его сместить. А что он говорил? Давайте это обсудим, что он говорил. Вот что он говорил? Вот в своих последних письмах он даёт характеристики членам СК. В одном письме он даёт просто политические характеристики. у Троцкого не большевизм. Что ещё надо? Всё. Небольшевизм. То есть, всё раскололось, всё коммунистическое движение к тому времени на большевиков и их противников. Небольшевизм Троцкого не случайен. То есть, ни в коем случае, никакого доверия Троцкому быть не может. На всякий случай твёрдо Ленин записал в письме съезду не большевизм Троцкого. Ну, то есть, ради отметим, что он пишет в письме съезду, что этот не большевизм не может быть поставлен ему в вину. Дело не в вине, а дело в том, что вы… Это он вам может поставить в вину, если вы поставите его на какой-нибудь важный пункт, пост. Хорошо, Троцкому не стоит. Какое есть, такое он и есть. А вы что, поставили не большевика руководить большевистской партией? Вот кому будет в вину поставлено правильно, не Троцкому. Вам будет поставлено, если вы поставите. Он к съезду уже обращается, он к делегатам, он говорит, вы делегат, вам будет поставлено вину, а Троскетт молодец, он хороший, только не надо его делать никаким руководителем крупным. Дальше пойдём, Бухарин, законный. Он никогда вполне не понимал диалектики. Да, и поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, хотя он любимец партии, как Никита Сергеевич, любимец партии, помнил? Закон считается теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал диалектики. Значит, его тоже не некуда ставить. Хорошо, то там о счётах педагог, которых хватает администратовским уважением к делу. Ну и в общем, он всех перебрал. Единственный человек, которому никаких политических обвинений в отношении политической позиции Ленина не приведут, это Сталин. Потом, верно он обдумывал эту ситуацию, остаётся Сталин. Каждый член делегат съезда будущего, о котором ещё речи не шло, но это письмо же к съезду следующему. Значит, должен понять, что вот только Сталин может быть с точки зрения политической фигурой номер один. Второе письмо. Сталин слишком груб. И такое обстоятельство, которое терпимо в отношениях между товарищами и партиями, оно недопустимо, если на посту генсека, что надо подумать, товарищи должны подумать, найти способ переместить товарища Сталина с этого поста и найти такого, который бы отличался от товарища Сталина только в одном отношении, менее груб, более лояленен к товарищам. Вот вы можете, как вы считаете, Ленин-то знал, кто вообще может быть генеральный секретарёв? Что он весь круг перебрал? Ну и что? Ленин, значит, никого не увидел, а товарищи будут обдумывать. Ну это как-то наивное такое представление о Ленин, как человеке, который вообще не понимает, о чём он говорит. Всё, человек уже совсем заболел. Что он никак не может понять, что так вот, не вытащи же генеральный секретарёв из любого, так сказать, какого-то завода или любой провинции. Нет, генеральный секретарёв складывается годами, десятилетиями революционной борьбы. Поэтому какая-то раковка, может быть, этого? Вот скажите, пожалуйста, какой человек отличается от меня только в одном отношении? Только в одном. Вот найдёте второго человека, который от меня отличается только в одном отношении. Можете найти? Попробуйте такую задачу решить. То есть, Ленин дал такую задачу. Это вы, если вы исправите свои недостатки. Ну вот я думаю. А иначе никакой другой трактовки нельзя. То есть, это могу только я от себя отличаться. Но вот я тут Ленин всякие лекции читал по поводу диалектики, что вот есть нечто иное. И вы и равны самому себе, и не равны. Значит, если Ленин на вас смотрит, как на молодого представителя нового поколения, которое развивается, что говорит, вот в одном отношении надо бы, если вы не изменитесь так, чтобы в этом отношении исправитесь, то тогда вот надо перемещать. Ну а как вот так побудить перемещать? Ну и побудил он Сталина избавиться от этого недостатка в итоге. Ведь этот письмо к съезду, в отличие от того, что писал Хрущёв и говорил, что, так сказать, скрывалась сама от партии, ну чушь собачья. Потому что это всё было зачитано по делегациям, все эти письма, поставлено на голосование. Товарищ Сталин обратился к съезду и сказал, что я ставлю вопрос о том, быть мне или не быть в соответствии с предложением Ленин. Давайте рассмотрим. Что товарищей, их не надо с ними посчитаться, а товарищи сказали, что товарищ Сталин, в одном отношении к вам критика, исправьте это одно отношение. Вот исправьте, будьте более лояльны и менее грубыми. Ну удалось исправить. Кто-нибудь может из противников Сталина сказать, что Сталин потом грубо разговаривал с писателями, поэтами, художниками, тем более с рабочими, когда-нибудь он грубил им. Ну то есть он человек был очень принципиальный, твёрдый, но чтобы он вот, ну вот, грубияным был. В связи с этим вспоминается один эпизод из воспоминаний маршала Рокоссовского. Рокоссовский однажды присутствовал на совещании с участием Сталина и Жукова. И между Сталином и Жуковым возникла очень жёсткая перепалка. И Рокоссовский пишет, что когда они вышли из кабинета Сталина, я заметил Георгия Константиновича, что всё-таки, может быть, не надо было так разговаривать с Верховным. То есть ему показалось, что это Жуков разговаривал слишком сурово, неподобающе. Не разговаривая так с Верховным главнокомандующим. На что Жуков ответил ему, что у нас ещё и не такое бывает. Это не в порядке, так сказать, информация о том, что Сталин оставался грубым или нетерпимым к своим. А в том смысле, что наоборот, он был достаточно терпимым и даже в ситуации Великой Отечественной войны мог выслушивать довольно резкие контраргументы. Можно я, поскольку я не историк, в отличие от вас, вот я тут более свободен чуть-чуть, хочу анекдоты рассказать такой, довольно известный, про то, как товарищ Сталин не утвердил товарищу Жукову операцию, которую тут ему доложил. И вот Георгий Константинович проходит мимо секретаря, Сталина говорит, рожа с усами, и пошёл вниз. А тут раз к Сталину, говорит, Георгий Константинович, а вас Георгий Константинович вот так назвал. А ну, говорит, верни его. Тот побежал сразу, генерал. Георгий Константинович, вас товарищ Сталин просит вернуться. Жуков подходит к Сталину и говорит, товарищ Сталин, по вашему приказанию маршал Жуков прибыл. Товарищ Жуков, вы кого имели в виду? Гитлера, товарищ Сталин. А вы кого имели в виду, товарищ генерал? То есть, Сталин, ну, я думаю, он умный, он понимал, конечно, может, и его имел в виду, но он решил, так сказать, это как твёрдо или выскочило? Не твёрдо, так сказать. Ну, со всяким бывает. Но если у вас какой-то один раз будет недостаток какой-то, проявится, что я должен сказать, что вы плохой человек? Нет. А вы можете назвать какого? А можете сказать, что у меня нет недостаток? Даже меня вот вы не знаете хорошо. И что, если я поставлю вопрос, у меня есть недостатки или нет? Конечно. Ну, вот, видите, вы меня не знаете, а уже сказали, что у меня есть недостатки. Но вы правы. Потому что нету таких людей, у которых бы не было недостатков. И если у человека когда-то какой-то недостаток проявился, это что, основание сказать, что человек плохой? Нет. Ну, у вас вот поворачивается, если сказать, что Сталин грубый человек. Ну, после того, как Ленин это написал, и после того, как прошел 13-й ССС, можно было сказать про Сталин, что Сталин грубый. Никто там эту тему не пишет. Я не знаю, я у противников Сталина это не читал. Вот вы их больше читаете, историческая литература? Вы вот нашли какие-то такие данные? Да нет. Большинство мемуаристов как раз совершенно другие качества отмечают в Сталине. Сошлюсь, опять же, на Жук, на человека, который очень много с ним общался в годы войны, который писал, что стиль Ставки, где, естественно, руководителем был Сталин, был очень деловым и без всякой нервозности. Мне кажется, это очень важно. Да, вроде как Сталину. Но это тоже не исторический факт. Ну, якобы Сталину докладывает, а вот Рокоссовский, вы уже упоминали. А вот он нравится женщинам. Ну и вот как вот к этому относиться? Что будем делать, как они это делали? Не формулировали, а что будем делать, товарищ Сталин? Завидовать будем, говорит. Ну, это анекдоты, но анекдоты, конечно, возникшие не на пустом месте, потому что Сталину чувство юмора было свойственное. И ещё раз повторюсь, что большинство мемуаристов отмечает его большую компетентность в разных самых вопросах и стремление решить вопрос в спокойной деловой обстановке. Я вот перечитывал материалы, ну, разные воспоминания конструкторов, оружия, министров потом, которые были. И вот, например, министр, который отвечал за строительство самолёта. Ему Сталин, когда его назначили, ему было 33 или 35 лет, он говорит, ну, у вас задание такое, вы должны каждый день выпускать на пол самолёта больше, чем вчера. Ну, я взялся за работу, крылья Родины, значит. Я взялся за работу, всё старался, всё делать, всё пошло. И так и получалось. Вот каждый день я на пол самолёта больше выпускал, чем вчера. И вот однажды битва под Москвой. Оттуда везут раненых. Из Сибири везут сибирские полки на подмогу. А я тут со своим этим... Для алюминия нужен, для того, чтобы делать алюминиевые конструкции самолётов, нужен песок для форм. Песок не пропускают ни в какую. И я уже, где, говорит, только куда не ходил, куда только не ходил, говорю, я народный комиссар, то всё. Ещё стоят, так сказать, люди там, пропускают раненых и пропускают войска. А мы песок не пропускаем. А Сталин мне сказал, что, говорит, если не будет получаться, звоните. Я говорю, да нет, зачем, я всё не буду беспокоить. Ну, ничего не получается. Тогда я вот позвонил Сталину. Что-то ничего не получается, не могу. Он, Сталин, говорит, ну и будет вам песок. И он занимался и песком, если надо было, нужно было для фронта, для победы. Песок достать и песком занимался. То же самое в отношении тех, вот, тот, кто у нас возглавлял дальнюю бомбировочную авиацию. Голован. Голован. Тоже рассказывал, что он был гражданский лётчик, мечтал, что он будет ночную летать, там, бомбить и так далее. И вот однажды один из представителей, его друзей, которые работали в Ставке, сказал, ты об этом напиши, вот, товарищу Сталину. Он, говорит, написал я этому Сталину. И всё, и забыл. А потом вдруг мне звонят. Ему из канцелярии, едва сказать, товарищу Сталину, из приёмной звоним. Вы вот собирались ведь письмо послать товарищу Сталину. Он, да, 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 я их послал. Послал письмо, короче говоря, его, когда он отправлялся с семьёй в отпуск, значит, прямо в аэропорту, вдруг к нему подходят два крепких человека и говорят, так, вы, Голованов, я говорю, Голованов, так, скажите, что вы никуда не поедете и поедите с нами. Ну, он говорит, ну, всё, дописался, я понял, писатель. Его раз, и говорит, проезжаем по Лубянке. Я говорю, ну, вот, приехали. Нет, проезжаем в Лубянку, Спасская башня, заезжаем туда, во двор, наверх, заходим, политбюро сидит. Вот, говорит, товарищ Сталин, вот этот автор письма. Ну, какое ему дадим? Ну, полковника сначала дадим звание. Всё, военное же дело. Это раз. Второе. Значит, какая у вас была зарплата? Да какая зарплата, говорит, Голованов. Ну, как, у вас же семья, есть дети, жена. Ну, есть. Ну, надо же, чтобы она могла нормально существовать, жить, давайте, значит, установим. И вот, говорит, я стал работать. Так мы работали по ночам, всё время летали, значит, тренировались и так далее. И вдруг комиссия, проверка, строевая подготовка. А какая строевая? Мы только летали, двойка по строевой. Ну, всё, я думаю. Ну, а двойка по строевой, всё, конец. Всё, выгоняют. Ну, ладно, говорит, жду теперь, чем дело кончится. И точно, пришли за мной. Так, ну, говорит, поехали двое опять. Приезжаем на Лубянку. Ну, вот, наконец-то, говорю, я приехал туда, куда надо. Ну, вот, опять проехали мимо. Опять Паспатская башня. Туда, наверх. Один Сталин сидит. Говорит, товарищ Голованов, вы что, не знаете, что такое вообще строевая? Вот я, хоть и руководитель Ставки, я не могу отменить этот наш порядок. Так, подумал, говорит, а придётся вас подчинить непосредственно Ставке. И, вы же знаете, что потом, вот, вдруг, вдруг дальняя бомбардировочная в 41-м году полетела бомбить Берлин. Вот. И то же самое другие, Грабин рассказывает, как этот лучший пушков, который войну, если бы, если бы не Сталин, то Тухачевский её бы не допустил даже до того, чтобы из неё начали стрелять на учениях. А Сталин поставил, да, ну, посмотрим ваше чудо. Стреляет и стреляет, стреляет и стреляет, стреляет, а оно не разрывается, оно ничего не нарушается. Так, будем вашу пушку ставить в серию. И пошла эта пушка. И так же получилось там и с танком, который ехал, так сказать, в тайге, как бы, от руководства, которое должно было заниматься этим делом. Люди инициативу проявляли, и эту инициативу снизу Сталин очень поддерживал. А его, поэтому, ну, никак его грубым человеком, никак. Он как раз поддерживал всякую инициативу, всякий Росткиново, как Ленин учил. Давайте Росткиново поддерживать. В этом смысле он, конечно, ученик Ленина, безусловно, по всем параметрам. Я бы ещё вот какой момент отметил, на мой взгляд, важный. Значит, вопрос о построении социализма именно в России. Потому что, насколько я понимаю, Троцкого, он-то как раз полагал, что хотя социализм в одной отдельно взятой стране и может быть построен согласно работам Ленина, но эта страна не Россия. Потому что Россия страна отсталая, аграрная и, соответственно, социализм построить в ней невозможно. Можно построить социализм только в отдельно взятой капиталистической развитой стране. Идея Троцкого, как я её понял, заключается в том, что в связи с преобладанием сельского населения, которое является населением собственников, неизбежно в Советской России начнётся классовая борьба между пролетариатом и огромным сельским населением. И в том случае, если революция пролетарская не победит в западных странах, Германии, Франции, Англии, то просто русское крестьянство вот это огромное, оно задавит русский пролетариат и, соответственно, ревизует достижение Октябрьской революции. Именно этим вызывалось фанатичное желание троцкистов подтолкнуть революцию на Западе. Я не знаю, вы изучали вот это? Есть у Ленина как раз в последних письмах, статьях, статья о нашей революции по поводу записок Суханова. Вот то, что говорил Троцкий, это прямо калька с этой самой записки меньшего века Суханова, он же Гиммер. Что, дескать, Россия отсталая, что, значит, она культурный уровень низкий, ну, а Ленин как диалекция говорит, ну, хорошо, да, действительно, там не самый высокий уровень культуры. Ну, а почему нам сначала не взять власть и с помощью этой власти не броситься догонять другие народы? То есть, у Ленина однозначная позиция, что власть никогда не бывает в природе полного соответствия, ни в природе, ни в обществе. Сегодня повернулось так, завтра так, никогда не может быть так, что вот всё в соответствии. Вот если нам представилась такая возможность, что можно взять власть и начать строить индустрию, совершать культурную революцию, надо брать власть и совершать культурную революцию и строить индустрию. Построили же индустрию? И товарищ Сталин, как верный ученик, доказал, что это правильно, что так и надо было делать. А Труцкий вот этим самым доказал, что он поёт с голоса меньшевика Суханова, что его позиция меньшевистская, и у всей этой компании, которая говорит, что вот начнётся вражда между рабочим классом и крестьянством. Но крестьянство-то кто такой? Это мелкие буржуа. Мелкие буржуа Ленин растолковывал ещё в своей первой такой крупной экономической работе, третий том, полное собрание сочинений, развитие капитализма в России. Это мелкий хозяйчик, работающий на рынке. У него положение двойственное. Он, с одной стороны, трудящийся, потому что он трудится, не покладая рук, и, конечно, он мечтает, как всякий собственник, стать настоящим хозяином, прикупить землицы, возможно, нанять рабочих дополнительных и стать настоящим хозяином. Но эти мечты в 90 с лишним процентов никогда не реализуются. Наоборот, оттуда падение идёт только в ряды пролетариата. И он показывает, что ждёт мелких буржуа в России. Опускание в ряды пролетариата, который, между прочим, живёт лучше. И он показал, что в городах крестьяне, которые ушли в город на заработки, живут лучше, чем вот эти крестьяне, которые задавлены нищетой. Поэтому никогда большевики не рассматривали крестьян как однородную реакционную массу. Вот это вот отношение к крестьянам, антинародное такое, я бы сказал, даже антирусское рассматривать вообще крестьян, дружеников, как однородную массу, оно вообще глубоко враждебно вообще большевизму. И оно характерная черта меньшевизма и троскизма. Что здесь сказать, вот они, эти крестьяне. Никакой классовой борьбы была борьба рабочего класса за коммунизм. Значит, всех крестьян, которые участвуют в этой борьбе, рабочий класс поддерживал. А с теми крестьянами, которые против этого выступают, естественно, боролся. Но не потому, что они крестьяне, а как с теми, кто выступает. Спрашивается, скажите, пожалуйста, основная масса Красной Армии из кого состояла? Что, рабочие были? Ну, конечно, крестьяне. Вообще основная масса всего состояла из крестьян, потому что основная масса населения – это крестьяны. Значит, можно так, грубо говоря. Конечно, ядро там были рабочие, сознательные, которые составили ядро Красной Армии. Но, во-первых, чего там говорить, значит. У того же Бушкова, про которого я уже говорил, Красный Монарх и Ледяной Трон, однозначно показано, что состав военных спецов у большевиков был гораздо выше эвакцирования. Потому что военные спецы – они точно не сторонники коммунизма. Они рассуждали так, это Антанта, вот белая армия, а мы, у нас какое правительство? Вот ленинское, а другого нет. Мы будем служить правительству. Мы военные служим российскому правительству. Мы, как представители военной части, будем сюда, в этом направлении действовать. Тем более, что военные спецам платили, как положено. Ленин говорит, отступим от принципов парижской коммуны, но ради того, чтобы привлечь носителей культуры. И не только в военной области, а во всех других областях. Ну, а основную массу – это Красная Армия составляли крестьяне. А основную – белая армия, конечно, ядро составляли белогвардейцы. Ну, желающих там гибнуть-то не так много было среди помещиков и капиталистов. Поэтому основная масса – белой армии тоже крестьяне. И какой вывод, что те крестьяне, которые за большевиков, победили тех крестьян, которые были против большевиков. Можно так сказать? Да, да. Можно так сказать? Потому что шел Деникин, вот Ленин даже это подчеркивает, шел Деникин, уже подходил к Москве. Последние, можно сказать, дни советской власти она сочтена. Потому что могучая армия, и все подходит, подходит, ближе и ближе сужается вокруг Москвы кольцо. А идет Деникин, отбирает земли у крестьян, и вешает крестьян, отбирает земли и вешает. И все хуже и хуже воюет эта крестьянская часть белой армии. И все лучше и лучше воюет Красная Армия. И все больше и больше переходов из белой армии в красную армию. И, наконец, когда крестьяне поняли, что Деникин, а же что делает он? А большевики нам дали землю, мы их не любим. Мы не большевики. И они сказали, что давайте обрабатывайте. Они все разделили, дали все по едокам. А эти все от нас отбирают. Тогда мы развернули свои ружья и пошли против белых. Кто погнал этих белых? Дальше, дальше на юг. И дальше уезжайте вы, пожалуйста, на корабли и уезжайте в Европу. Вот их крестьяне русские, ну красноармейцы, конечно. Вот крестьяне, красноармейцы, ну конечно, во главе с рабочими красноармейцами. Но основная масса-то все-таки Красная Армия и крестьяне выгнали их. Поэтому никогда, Ленин, врагом крестьянства не было. Никогда такую чушь, вроде того, что это должна быть классная борьба у рабочего класса с крестьянством. У рабочего класса с трудящимся крестьянством союз был все время. И вот в этом и особенность революции учитывали. Это во-первых. Во-вторых, значит, когда начинают говорить про Россию, говорят, вот читали у Ленина, что это вот самое слабое звено империализма. Это слабое звено. То есть это то звено, где легче всего разорвать. Вот оно единственное. Всегда есть одно слабое звено. Это, кстати, для теоретиков мировой революции. Вот там вы будете рвать, народу положите миллионы. А ничего там не разорвется. А вот тут было слабое звено. Здесь уже народ был готов к тому, чтобы взять власть. Это бессмысленная, так сказать, бойня, в которой участвовали. И временное правительство, которое гнало на эту бойню, вот здесь могло порваться. А по уровню развития России, какой страны была, отсталой или среднеразвитой? Вот до сих пор говорят, отсталая Россия, отсталая Россия. От кого она отстала? Какое место в экономическом развитии, вот в мире она занимала? Пятое. Интересно, а когда вы проводите спортивное соревнование? Пятое – это хорошее место. Но это пятое же не с конца, а пятое сверху. Пятое место по объёму производства. Это причём монополистическая уже страна, в которой есть и продуголь, и продметалл. То есть, крупнейшие предприятия, всё, что необходимо для дальнейшего развития, для индустриализации, всё есть в России. И по-прежнему, это отсталая Россия, отсталая Россия. Но эти люди, они до сих пор говорят, что это Россия, это грязная и чёрная, и фильмы такие делают, чтобы всё время она была отсталой, и сейчас она отстала. Эти люди, которые здесь задержались, потому что здесь грабить хорошо. В России очень хорошо сейчас грабить. Поэтому, а так бы они давно все поуехали. Потом они туда уедут, там они никому не нужны. А здесь могут процветать на разных всяких ресурсах. Я бы здесь уточнил один момент. Дело в том, что Ленин тоже в своих работах называл Россию отсталой. Царскую Россию. Что он имел в виду? Но средней развитой страной, я говорю. Просто надо пояснить, что те люди, которые называют Россию отсталой сейчас, про которых вы говорите, они имели в виду не то, что имел в виду Ленин. Я с этим часто достаточно сталкиваюсь в полемике. Значит, Ленин имел в виду, что большая часть населения неграмотна. Большая часть населения России неграмотна и необразована. Это объективный исторический факт. С этим никто, даже самый яростный поклонник царской монархии, спорить не будет. То есть, перепись 1897 года вообще зафиксировала 80% неграмотных. Но к 1917 году эта ситуация изменилась в лучшую сторону, но несущественно. Россия была единственной европейской страной, в которой отсутствовало начальное бесплатное всеобщее образование. Признак ли это отсталости? Да, это признак отсталости. В России не производились многие промышленные товары, в том числе крупная промышленность. Например, не было тракторостроения вообще практически. Это промышленное отставание ярко проявилось в Первую мировую войну. То есть, многие вещи, просто необходимые для того, чтобы вести войну эффективную в России, не производились. Это создало определенную зависимость от союзников. В России в 1915 году была создана по инициативе не правительства, а по инициативе Академика Вернадского, Академии наук, комиссия по изучению производительных сил. Вернадский говорил, что Россия богатая страна, здесь недра богатейшие, но мы не знаем, что и где находится. Мы не знаем, где у нас залежи тех или иных элементов периодической системы Менделеева. Надо всё это разведать. Мы знаем, что они где-то есть, но нужно разведать. А дальше нужно построить заводы рядом с теми местами, где проходят залежи. Проложить к этим заводам железные дороги. Ну, то есть, грубо говоря, осуществить индустриализацию. Вот это понимание научное, оно пришло только к 1915 году и происходило из среды научной интеллигенции, а не из чиновничьего царского аппарата. В этом смысле царская Россия действительно была отсталой страной. Но это не значит, что в царской России не было вообще научной мысли. Наоборот, она находилась на очень высоком уровне. И как раз приведённый пример с Вернадским это доказывает. Многие выдающиеся открытия, особенно в теории, в теоретических науках, были сделаны русскими учёными. Лобачевский, Попов, изобретатель радио, которому, безусловно, примат в этом смысле принадлежит. И так далее. Все, я думаю, это очень хорошо знают. В России действительно осуществлялась индустриализация, и были высокие темпы экономического роста, но при низком базовом уровне. Я всё время это повторяю. В России, особенно в конце 19-го, начале 20-го века, очень энергично строились железные дороги, и постройка Транссибирской магистрали была вообще, в некотором смысле, подвигом. Поэтому ситуация была двойственна, и, собственно, когда мы открываем книгу Ленина о развитии капитализма в России, мы там видим, что он и пишет, что вот осуществляется индустриализация России, строятся заводы, фабрики. Поэтому между тем, что Ленин употреблял слово «отсталая», и в то же время между тем, что Михаил Васильевич сейчас сказал о среднеразвитом характере России, никакого противоречия нет. В смысле развития промышленного производства она была среднеразвитой, но в некоторых моментах она была очень серьёзно отсталой. Да, я правильно изложил? Да, абсолютно правильно. И, тем не менее, я бы подчеркнул, что именно, ну, в целом, если брать экономическую оценку, Ленин на этом стоял, что страна среднего развития экономического развития. Ну, пятое место в мире, это за себя говорит. Да, да, собственно, пятое место никогда не отрицалось. Среднее развитие развития. И при этом, при этом, Ленин, вот в статье «Градящая катастрофа», как с ней браться, он писал, что надо делать. Ничего не делало это временное правительство. То есть, если бы не большевики и не революция, это бы вот отсталось во многих отраслях, так бы оставалось. И неграмотность. А кто так быстро преодолел неграмотность? Большевики. А кто пригласил Форда, чтобы здесь у нас вышел первый трактор? Первый трактор на Кировском заводе. Как назывался? Фордзон. Форд пригласили. И других приглашали. Капиталистов, инженеров приглашали. А Днепрогресс разве не строился? А вы знаете, что есть новейшая теория, продвигаемая некоторыми пропагандистами, что Сталин был агентом мировой закулисы? Ну, я не сомневаюсь. Мировая закулиса, она придумала построить социализм в России, потом во всей земле. И она всё время притворяется, что она за капиталистов. На самом деле она за Сталин и за Ленина. Поэтому и нам разрешают вас сейчас выступать и говорить. Это мировая закулиса, она у нас за спиной. Вы не видите, нет? Смотрите, как мы свободно говорим. Могут говорить только такие люди, у которых такая сила. Это Дементьев, агент мировой закулисы. Вот мы и наблюдаем. Кроме шуток, реально говорят, что Сталин был агентом мировой закулисы, а в качестве доказательства как раз приводит сотрудничество с Фордом. Ну и другими. У нас постоянное было сотрудничество. У нас колоссальное было сотрудничество. Значит, надо пояснить зрителям, которые, может быть, читали этот лютый бред, о том, что сотрудничество-то, конечно, было, но средства производства-то оставались в руках государства пролетарства. Конечно. И приходили люди и помогали нам строить социализм, а не мы. Они разрушали. То есть, то, что мы никак не могли начать развитие трактора строения, сразу началось, как только власть перешла в руки рабочего класса. Более того, я еще раз обращаю внимание на эту, одна из посмертных, можно сказать, предсмертных статей Ленина по поводу записок Суханова о нашей революции. Он там и говорит, что почему не можем мы диалектически на это посмотреть. У нас в разных областях по-разному. Здесь большая отсталость, а здесь есть успех. Так если мы в политической области имеем завоевания такие, давайте мы возьмем власть и бросимся догонять другие народы. И бросились догонять, и догнали. Или не догоняли. Когда перестали догонять другие народы? Вот когда в 61-м году стали кричать «догоним и переводим США». Вот как только стали просто кричать про это, а ничего не делать, и началось это отставание. И вот сейчас именно с отстанкостроением, сейчас-то и очень плохо. Вот при власти буржуазии очень плохо. А почему? А почему вообще вот это, несмотря на то, что у нас были вот такие отставания, почему Ленин говорил, что надо брать власть, иначе мы вообще как Россию пропадем? Потому что, и это он очень основательно доказал в работе империалином как высшая стадия, что вот из стран более отсталых берут прибавочную стоимость и перекидывают ее куда? В страны. В страны. И там доплачивают, приплачивают рабочие верхушки, и там такое даже название было «Labor Latency of Capitalist Class» – рабочие приказчики класса капиталистов. То есть, вы ждете, что там, где более развитая промышленность, где империализм более крупный, где производство более мощное, что там начнется? Не начнется. Почему? А потому что там подкармливают верхушку рабочего класса. И там идёт гнигение. Поэтому никакого выхода из этого, кроме как того, который сделал Ленин, что первоначально в одной отдельной взятой стране, в какой? А вот в такой, в которой разорвать империализм можно. Вот тут можно было разорвать империализм при всех недостатках и явной отсталости в ряде отраслей. И как только мы её разорвали, мы начали, действительно, бросились догонять. Как вот говорил Сталин, что мы за 10 лет должны пробежать столько, сколько другие страны прошли за 100 лет. А у нас? Вот за всё время после 90-го года, когда утвердился капитализм, мы получили падение производства вдвое. И вот даже не выбрались до сих пор. В целом по объёму выбрались на уровень воения ВВП. То есть, возвращение к тому, что было в РСФСР. Но по станкостроению, башиностроению мы крайне отстаём. То есть, при советской власти и при социализме мы действительно догоняли и перегоняли другие народы. Мы же вышли сначала на третье, потом на второе место. И по производительности сурда были на втором месте. По объёмам были на втором месте по сравнению с США. А сейчас? А сейчас, извините. Где мы? Там вот Бразилия, Южная Африка, Россия, Индия. С прежними колониальными странами нас можно сравнить. То есть, вот это и говорит о том, что совершенно правильная была позиция и у Ленина, и у Сталина. Что нужно поднимать революцию там, где для этого созрели условия. А созрели условия, значит, где легче прорвать этот фронт капиталистический. Прорвать её. А там прорвать труднее. Вот в этих развитых странах. Так там всё сделано, что там никак его не прорвёшь. И не получается прорвать его. И как пытались Кубу задушить, потому что она рядом с крупнейшей империалистической. Тут на грани войны было империалистической. Я два замечания сделал. Во-первых, работа «Империализм как высшая стадия капитализма» мне представляется очень важной. Потому что в этой работе как раз то, о чём вы сказали, описан важнейший элемент фашизма, на мой взгляд. Если я не прав, вы меня поправите. Да, то есть, с моей точки зрения, вот этот механизм, когда из колонии изымаются средства для ликвидации классовых противоречий внутри развитой капиталистической страны, это как раз именно то, что в совершенстве, то искусство, которым в совершенстве овладела гитлеровская Германия. Ей постоянно нужно было грабить для того, чтобы нивелировать классовую… Ну, будущего фашизма, скажем так. Ещё слово не употреблялось. Ленин употреблял слово «социалшевинизм». Да, да. То есть, он показывает это на примере Англии и описывает, цитируя журналиста Уильяма Стида, описывает один эпизод из биографии Сесила Ротса, который посетил рабочий квартал и слышал там постоянные крики «хлеба, хлеба». И дальше он комментирует, Сесил Ротс комментирует эту ситуацию, что для того, чтобы избежать гражданской войны, нам нужно стать империалистами. Империя – это вопрос желудка. То есть, для того, чтобы не возникла война между капитал-буржуа и рабочими, нужно отнять у других. Не от себя отнять и накормить этих рабочих, а отнять у других. Ещё более бесправных, ещё более нищих, ещё более беззащитных. И вот эту концепцию Сесила Ротса, её абсолютно попытались реализовать нацисты, которые грабили, грабили, грабили для того, чтобы организовать некое подобие, иллюзию социального мира у себя в стране. И то, что вы говорите, оно присутствует в определении фашизма, который на прогрессе Коминтерна Димитров провозгласил, что фашизм – это политика наиболее реакционных, наиболее шовинистических. Шовинистических. Для того, чтобы отдавать своим рабочим и грабить у других, нужно разжечь ненависть к этим другим. Надо разграбить Югославию, Ирак, Ливию, лучше ещё Сирию бы разграбить и помочь американским рабочим получить ещё сколько-то, чтобы они, не дай бог, не начали там революцию. Наконец дойти до России. Да, и наконец добраться до России. То есть, смысл похода Гитлера на Советский Союз, он как раз был именно в этом. Ну, я бы всё-таки сказал, что те товарищи, которые говорят там о том, что Сталин не ученик Ленина, они знают, что Сталин ученик Ленин, они знают, не надо их так представлять, что они такие тёмные люди. Просто эти люди, у них есть план свой, давайте, значит, Сталину противопоставим Ленина, Ленину противопоставим Марксу и Энгельсу, потом скажем, что вот я пробовал что-нибудь изменить в Википедии про Ленина, там ужасная статья. Ну, всем известно, что у него был атеросклероз, а там написано, что у него чуть ли не сифилис. Я думаю, давайте вот у нас, у меня есть предисловие книги «Главное в ленинизме», думаете, я думаю, туда вставим, хотя бы ладно, про биографию вы всё испоганили, всё испортили, давайте напишем, как было. Ничего не вставить, там так всё заблокировано. Мировая буржуазия, за кулисы, как говорится, сделала так, что в интернете невозможно там разместить. Ну, книгу мы разместили в интернете, ну, на своём сайте, как говорится, Свет Клинов не сошёлся на сайте Фонда Рабочей Академии. Есть «Главное в ленинизме» и там вот вступительная статья о Ленинской теории. Потому что вообще, даже вот в российской газете недавно были хорошие вроде статьи о Ленин, но биографические, дескать. Ну, нужно написать новую биографию, а в чём бы это новую? А в чём дело? А почему надо новую? Ну, потому что писать биографии крупных деятелей, это такой способ бороться с их идеями. Дескать, опишем биографию Маркса, вот Маркс и Энгельс, они как-то напились и урну опрокинули. Ну, то есть, они тоже такие были, как я, выпивоки. Вот, поэтому, что там их читать? Или вот Ленин. Ну, что Ленин? Ленин, вот видите, вот у него что-то не в порядке было с головой. А что вы их собираетесь изучать? Зачем буду изучать? Он, может, не в порядке был, а я буду изучать. И так далее. А Сталин, вот он такой грубый, был всё время неотёсанный, противник Ленина. Ну, такой неотёсанный, но армия под руководством Сталина разгромила самую мощную армию вообще империалистических государств. Как бы это не доказательство того, кто самый крупный по развитости, и что вот развитость, что правильно сделали большевики. Россия, бывшая Россия, которая предстала как Советский Союз, эта Россия разгромила крупнейшую империалистическую державу. А другие, за счастье, считали с ней быть в союзниках. Вот это доказательство того, что Ленин был прав, а следовательно и Сталин был прав, поскольку он твёрдо осуществлял то, что намечал Ленин, как его верный ученик. Ну, а мнение, я думаю, мы тут на это не повлияем. Если человек стоит на том, или лежит, как говорил Ленин, вы, говорит, не стоите на марксизме, а лежите на нём. Если они лежат на своём мнении, тут мы никакими передачами, никакими выщиваниями. Поэтому наша передача не для врагов Ленина, не для врагов Сталина, а для тех, кто хочет разобраться. Да, это правда. Я в завершении хотел бы обратить ваше внимание тоже на одну из последних статей Ленина, статью о кооперации, которая лично для меня много объяснила. В этой статье Ленин совершенно внятно, во-первых, заявляет о том, что у нас есть всё необходимое для построения социализма. Известный его тезис, который впоследствии Сталин во многом повторял, о которой Троцкий очень часто выдирал из контекста и пытался доказать, что Ленин совсем не это имел в виду. Где Ленин как раз пишет о том, что для того, чтобы окончательно осуществить союз между крестьянством и пролетариатом, тезис о союзе, об этом союзе, это была абсолютная идея Ленина, очень важная. Он как раз говорил о том, что классовая борьба между ними возникнуть не должна. Он там пишет, что для того, чтобы окончательно этот союз осуществить, нам нужна культурная революция в деревне, к осуществлению которой Ленин, собственно, в последние годы жизни и приступил. В первую очередь путём программы ликбеза и ввода в действие программы создания единой школы. И в этой же статье Ленин критикует всяких педантов, как он пишет, но имеет в виду как раз меньшевиков и троцкистов. Он пишет, что всякие педанты пытались нас убедить, что мы взялись не с того конца за осуществление дела революции. Они не понимают, что можно осуществить революцию в обратном порядке. То есть, не сначала создать экономические условия, а потом перейти к политической власти, а сначала взять политическую власть, а потом подтянуть экономические условия. И вот, собственно, мы идём вот этим путём. Сначала мы взяли политическую власть, а затем будем подтягивать крестьянство до сознательного уровня, когда оно путём кооперации, как он излагал, перейдёт на социалистические позиции с мелкособственнических. Вот я бы подчеркнул то, что вы сказали, и даже бы добавил, что вот это не просто педанты, а полуграмотные люди, которые никак не поняли разницу между революцией буржуазной и революцией пролетарской, коммунистической. В чём разница? Пролетарская революция решает другую задачу. Буржуазная революция, она только приводит в соответствие уже с готовым экономическим базисом, капиталистическим, который уже есть, а ещё в власти феодала. То есть, прогнать феодалов, и всё. И вы получили, поставили власть буржуазную, и вы получили готовую формацию. А как в отношении социалистической революции? Наоборот. Вот когда большевики взяли власть в ноябре 1917 года, и прошёл месяц, декабрь 1917 года, какая у нас была экономика? Буржуазная. Буржуазная, капиталистическая. А в начале следующего года, 1918, какая была экономика? Тоже буржуазная. А что изменилось только? Вот когда сделали национализацию, формально была уже не совсем буржуазная, а было пять укладов. И долго-долго шёл этот процесс, когда при помощи, вот как вы и сказали, при помощи государства пролетарского строилась экономика социалистическая. Встаёт только вопрос, а где для этого основа экономическая? А экономическая основа – это положение рабочего класса при капитализме. Он уже при капитализме противник капитализма, он встроен в эту капиталистическую экономику, его интересы не меняются. Он как был при капитализме за коммунизм, так и при социализме он за коммунизм. То есть, опоры, когда мы говорим власть рабочего класса, а какие корни это экономические? А корни экономические в той же самой капиталистической экономике в российской были у рабочего класса. На рабочий класс Ленин опирался, и Сталин опирался на рабочий класс, в строительство социалистической экономики. А построили он в середине 30-х годов. Ничего себе! Вот до середины 30-х годов шло строительство. И так в любой стране. И между прочим, где построили, где создали социалистические государства и где идут по этой дороге? В тех странах, которые очень уважают Сталина, очень уважают Ленина и считают Сталина учеником Ленина. И в Китае от Хрущёва защищал Сталина Мао Цзэдун. Замечательное у него выступление письма Мао Цзэдуна с критикой позиции, которые Суслов тут продвигал у нас в отношении того, что Сталин такой, Сталин сякой. Тут ничего нового мы не услышали. Всё это продолжается с 60-х годов. Так? И возьмите вы Хошимина, возьмите вы Кейсона Фамбихана, возьмите вы Фиделя Кастро. Возьмите кого-то из тех, кто является реальными революционерами. А это кто с нами спорит? Вы кто такие вообще? Вы ни одну революцию не сделали? Кто вам мешал? И вы, и ваши соратники? Где ваши троцкисты революционеры? Ну, сделайте где-нибудь революции. А мы с удовольствием, так сказать, вас поприветствуем. Кого мы поприветствовать можем? Никого. Поэтому уже прошло столько времени. За это время уже в России контрреволюция, вы и так революцию не сделали, в развитых капиталистических, а в мировую, кто вам не давал? Ну, неужели вам может помешать Россия, особенно в нынешнем положении, совершить мировую революцию? Совершайте. Мы к вам приедем с удовольствием, посмотрим, расскажем другим, как у вас все здорово и хорошо. Но некуда приехать. Поэтому вот люди, которые, так сказать, по существу против Ленина и против Сталина выступают, это вот одни анти. У них нет ничего своего. У них нет никакой позиции. Они только вот как всякие паразиты. Когда есть Ленин и Сталин, то можно паразитировать на имени Ленина и Сталина, потому что они против них. Вот и все. Точно так же, как на коммунизме можно проектировать, когда он есть. Вот сейчас нет антикоммунизма в России серьезного, потому что разрушили этот социализм. И тех, кто строили целые системы, нет никакой системы антикоммунистической. То, как к боженьке можно пойти, и вот, так сказать, религиозное мировоззрение может вам помочь как-то что-то цельное построить. Потому что если у нас получается, то слава богу. А если что-то у нас не вышло, ну это черт попутал. Так вот мы хотим оправдаться перед зрителями, чтобы если они что-то заметили плохое. Ну это черт нас попутал и все. Ничего серьезного теории Ленина и теории и практики Сталина не противостоит. И это вот шавки, которые лают на слона. Спасибо за внимание. А на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok